В эфир телеканала Хабар 24 заступила дневная смена. Я Калиджин Смогулов. Здравствуйте. Частые отмены вылетов, высокие цены на билеты, низкий уровень сервиса. С жесткой критикой в адрес казахстанских авиакомпаний выступил сегодня на заседании правительства премьер-министр Алихан Смайлов. Вот фрагмент из его выступления. В январе-феврале текущего года компания «Файерстан» отменила почти половину рейсов из аэропорта Костаная в Астану и Алматы. 25 февраля пассажиры этой авиакомпании устроили скандал из-за задержки рейса «Астана Шинкент» на 10 часов. В результате его вообще отменили. К сожалению, представители авиакомпаний избегают прямого диалога с пассажирами, вовремя не комментируют причины задержки, не предлагают соответствующий сервис. Ну а мы диалога не избегаем и как раз таки собираем комментарии профессионалов, экспертов по этому поводу. Поэтому сегодня я предлагаю обсудить, в каком состоянии собственно находится авиационная отрасль гражданской авиации Казахстана, какие вопросы и проблемы сегодня наиболее актуальны. Надеюсь, что разобраться в этом мне помогут мои гости. Позвольте их представить. На прямой связи с нашей студией сейчас находятся. Заместитель председателя комитета гражданской авиации Министерства индустрии инфраструктурного развития Республики Казахстан Ардах Утепов, независимый авиаэксперт Абул Кикельбаев, ректор Академии гражданской авиации Бекен Сейдахметов, а также авиационный эксперт Серик Мухтебаев и первый заместитель генерального директора РГП Казаэронавигация Фаат Багдашкин. Добрый день, уважаемые гости. Господин Утепов, давайте начнем с вас, поскольку, насколько я понимаю, именно ваше ведомство, ну скажем так, осуществляет государственный контроль в этой сфере. Вот тот нюанс, который упомянул глава Кабмина, нередкость задержки авиарейсов. Я уж не буду вдаваться в вопрос, почему это происходит, ну, видимо, каждый раз там причины могут быть разные, но каждый раз, мне кажется, речь встает о некой защите прав авиапассажиров. Какие-то вот механизмы в этом плане у нас есть практически? Добрый день, уважаемые участники. Если говорить по задержкам рейсов, то у нас уровень регулярности полетов по итогам 2022 года составил 74%. В основном задержки происходили по техническим причинам 12%, обслуживание пассажиров, долгая выгрузка багажа и грузов 14%, сложные погодные условия 13% и другие, которые, в свою очередь, генерируют следственную причину. То есть позднее прибытие воздушного судна, это порядка 55%. Что значит, в части соблюдения и усиления прав пассажиров, буквально недавно, в марте, были, вступили в силу, в законную силу поправки. В рамках законодательства, закона по вопросам транспорта и недропользования, там были приняты некоторые нормы, которые в части усиления ответственности перевозчиков. Это предоставление услуг при любых изменениях статуса рейса, то есть это напитки, питание, трансфер, гостиница, в зависимости от длительности задержки. Также обязательно уведомление пассажира о задержке рейса, а также о его правах, то есть о том, какие он имеет права, они теперь, авиакомпания, должна уведомлять каждого пассажира при задержке рейса. И ответственность авиакомпании в виде оказания услуг, то есть 3% от стоимости за каждый час задержки, а также право на полный возврат средств, то есть если это раньше было при задержке более 10 часов, то теперь более 5 часов. Если говорить по проведенной работе, то за период 2022-2023 год было наложено 14 административных штрафов на общую сумму порядка 40 миллионов тенге на авиакомпании. А вот вы говорите, что недавно, собственно, эти изменения в силу вступили, то есть, ну скажем так, механизм не закостенел, да, он меняется, он совершенствуется, может быть, планируются в будущем еще какие-то ужесточения в этом плане? Ну, эти поправки только-только вот в марте, получается, вступили в силу, то есть 29 декабря был подписан закон, там вступает в течение 60 дней. Пока посмотрим, как это будет работать. Да, то есть мы сейчас будем смотреть, как работать будут вот эти новые поправки в части усиления ответственности авиаперевозчиков. Понимаю. Ну, я думаю, что людям всегда важно соотношение качества и цены, да, вот о качестве мы сейчас несколько, так сказать, поговорили. Что касается цен на авиабилеты, ваша организация мониторит их? Если говорить по ценообразованию, то необходимо отметить, что стоимость билетов, согласно международной практике, она не регулируется. Применяется рыночный механизм ценообразования, то есть спрос порождает предложение. Если говорить про рынок внутренних авиаперевозок Казахстана, то он с 2012 года полностью либерализован, то есть любая авиакомпания, которая имеет допуск на выполнение коммерческих регулярных перевозок, она может на любом маршруте в любое время вставать в расписание и выполнять полеты. То есть никаких ограничений нету. То есть именно то расписание полетов, те полеты, которые, та география полетов, которая сейчас имеется в Казахстане, она именно сформирована, исходя из потребностей, исходя из рыночных механизмов. То есть даже нет никаких механизмов субсидирования рейсов? А субсидирование это немножко другая природа, то есть субсидируется здесь не столько стоимость билета, здесь субсидируется именно сам маршрут. Эти маршруты в большинстве своем это маршруты, которые в туристические дестинации, то есть это Алаколь, Урджар, Туркестан. То есть на Алаколе, Урджар, Ушарал, Туркестан, Балхаш. Также авиасообщение между столицей и областными центрами. Это Петропавловск, там где маленький объем перевозок. Там где объем перевозок не позволяет выполнять его на коммерческой основе, там выполняются субсидируемые маршруты. А вообще, раз вы затронули связанность населенных пунктов, городов, городков Казахстана, то на ваш взгляд маршрутная сеть авиалиний внутри страны, насколько она все-таки развита? Я имею в виду, достаточно ли страна связана внутри? Ну, я приведу статистику, то есть немножко цифр. Выполняет, получается, в настоящее время это 5 казахстанских авиаперевозчиков, то есть это группа компаний «Растаны», то есть «Растана-Флайерстан», это «Скат», «Казахэр» и «Южное небо» и «Житсу» выполняется 706 рейсов в неделю по 56 внутренним авиамаршрутам. Если говорить по объемам перевозок, то в 2022 году было перевезено порядка 11 миллионов пассажиров, наблюдается рост с предыдущим 2021 годом, где было перевезено 9,4. И эта тенденция роста, она сохраняется и по итогам 4 месяцев текущего года, то есть у нас рост порядка 38%, если в текущем году за 4 месяца текущего года перевезено 3,6 миллионов пассажиров, то в 2022 году было перевезено 2,6 миллионов пассажиров. Одну минутку, я вас перебью, иначе вы, так сказать, раскроете все данные, которые мои коллеги подготовили для небольшого материала, как раз-таки иллюстрирующего пассажирские авиаперевозки в Казахстане в цифрах. Давайте все-таки его взглянем, люди старались, сделали. По итогам прошлого года отечественные авиакомпании привезли 11 миллионов пассажиров. Показатель вырос на 17% за год. Растет высокими темпами и авиатранзит. Объем обслуженных полетов за 2022 год составил 410 тысяч самолетов, что на 90% превышает показатель 2021 года. Для субсидирования авиамаршрутов в семи областях на текущий год из республиканского бюджета выделено свыше 7 миллиардов тенге. В настоящее время внутренние авиаперевозки осуществляются пятью казахстанскими авиалиниями. В частности, в неделю выполняется 706 рейсов по 56 внутренним авиамаршрутам. Что касается международных пассажирских авиаперевозок, на сегодня полеты выполняются в 27 стран по 103 авиамаршрутам. Ну что ж, тогда предлагаю взглянуть на гражданскую авиацию с другой стороны уже, да, взглядом независимого авиаэксперта Абула Кикельбаева. Господин Кикельбаев, добрый день. Ну, так сказать, мы услышали цифры, статистику, да. На ваш взгляд, если уж говорить, в самом начале я затронул вопрос того, что меня интересуют самые актуальные проблемы и вопросы, которые, так сказать, есть в этой отрасли. Вы бы в первую очередь, так сказать, в топ списка какие вопросы поставили бы? Ну, я в первую очередь хотел бы поставить вопрос все-таки безопасности полетов. У нас инфраструктура, к сожалению, уже сегодня на заседании правительства об этом отметили, что даже столичный аэропорт не проводил капитальный ремонт взрывно-посадочной полосы. Премьер-министр отдельно задал вопрос по технике на аэродромах, и ответ, который прозвучал, мягко говоря, немножко заставил задуматься, потому что у нас техника до сих пор в 70-х годах, и это даже в крупных аэропортах страны. И о безопасности полетов, которые сказали 82%, да, это хороший показатель, но у меня есть очень много сомнений по тому, насколько эти цифры действительно у нас в Казахстане есть. Потому что во время аудита три основных вопроса, это эксплуатация, летная годность и подготовка кадров, они не проверялись в 2021 году. Прошу прощения, уточнение, господин Кетельбаев, они не проверялись с 2021 года или конкретно в 2021 году? В аудите, который проводился в 2021 году, эти вопросы опустились. Хотя по этим всем трем вопросам у нас были существенные замечания в 2009 году, которые привели к тому, чтобы Казахстан попал в черный список европейских стран, и имел существенное замечание в ИКО, и это послужило большой работе, которую Комитет гражданской авиации проводил с 2009 года. И я хотел бы отметить, что эти показатели, да, буквально недавно у нашего соседа, эти показатели спустились до 64%, и к этому надо готовиться. Это вот уровень нашей безопасности полета. То есть вы опасаетесь, что вот этот показатель авиационной безопасности, который считается в процентах... Безопасности полетов. Безопасности полетов. Да, это два разных понятия. Я не вижу тенденции к тому, чтобы этот показатель рос, потому что в прошлом году заявлялось о 84%, в этом году ИКО, из-за того, что обновляется перечень вопросников, снизил наш показатель до 82%. И в этих направлениях, я так как внутри этой отрасли нахожусь, я не вижу каких-то большого прогресса. Вот сегодня премьер-министр отдельно захватил вопрос кадров. То есть эти вопросы, к сожалению, системы нашим уполномоченным органам, отвечающим за гражданскую авиацию, даже более того, Академию гражданской авиации передали из одного ведомства в Министерство высшего образования. То есть это вот оно отношение кадров, о которых премьер-министр сегодня на заседании правительства говорил. И я вижу, что у нас в студии еще присутствует ректор Академии гражданской авиации. Я думаю, что он по этому вопросу отдельно обратится, потому что человеческие ресурсы у нас, к сожалению... Вы сами видели, что сегодня на брифинге сидело два иностранца, пользующиеся переводом, на заседании правительства звучала английская речь. Вот мы к чему пришли в итоге. Поэтому говорить о том, что уровень безопасности полетов у нас там в хорошем состоянии, у меня, к сожалению, нет оптимистичного настроя. А то, что необходимо инвестировать в инфраструктуру, это очевидно, потому что с такими темпами скоро мы ни в Казахстан, ни из Казахстана летать не сможем. И большая работа по открытию новых маршрутов, она будет просто сведена к нулю. Потому что мы говорим о том, что открывается куча новых рейсов, куча новых направлений, а если некуда будет летать, куда они полетят? Вот вопрос об этом. А то, что красивые отчеты говорят, да, классно, что наши пассажиры... Ну сколько этих пассажиры может полететь в Сингапур, в Нью-Йорк? Давайте сначала внутренним рынком разберемся, который у нас никто не регулирует, никто за ним следит. И при этом сегодня тоже было отмечено, что тарифы аэропортов, они у нас самые низкие в регионе. А при таких тарифах аэропорты не могут даже инвестировать в капитальный ремонт в своей инфраструктуре. Вот в чем вопрос. Это диспропорция, которая сейчас существует в отношении с аэропортами и авиакомпанией, привела к такой плачевной ситуации. Понимаю, да, господин Кикельбаев, но поскольку вы совершенно резонно затронули вопрос подготовки кадров, мне бы хотелось, пока мы далеко от этой темы не ушли, чтобы мы посмотрели один материал, а после как раз-таки господин Сейда Ахметов прокомментировал бы этот вопрос. Мне кажется, это будет очень важно. Хорошо? Итак, предлагаю посмотреть материал про дефицит пилотов в Казахстане. Пилота в нашей стране готовит Алматинская академия гражданской авиации. Ежегодно здесь выпускают 40 летчиков. Примерно 80% из них впоследствии трудоустраивается. Но этого не хватает, чтобы покрыть дефицит. К тому же многие авиакомпании хотят сотрудничать со специалистами с европейской лицензией. Поэтому при отборе кандидатов требования жесткие. Чтобы сформировать новые экипажи, авиакомпаниям не всегда приходится ждать очередной выпуск Академии. Вопрос с нехваткой кадров перевозчики решают самостоятельно. Привлекают иностранных пилотов или обучают своих собственных. Есть программа первоначальной подготовки пилотов по Бенишу. Она работает с 2008 года. С тех пор уже подготовили мы порядка 300 новых казахстанских пилотов. Это ребята без предыдущего опыта работы, без авиационного образования. Они приходят в нашу авиакомпанию и мы их с нуля готовим и доводим до уровня линейных пилотов. По мнению экспертов, есть только один путь для решения проблемы – укрепить образование. Дефицит пилотов и специалистов авиации в целом наблюдается не только в Казахстане, но и во всем мире. Нам сейчас нужно привлечь в систему образования как можно больше инвестиций. Тогда сможем готовить больше летчиков и бортинженеров. Не будет лишней поддержки со стороны государства. Гражданской авиации нужно уделить больше внимания. Сегодня в сфере гражданской авиации Казахстана работают примерно 3000 пилотов и бортинженеров. Среди них немало иностранцев. Перед Алматинской академией сейчас стоит важная задача – полностью обеспечить отечественные авиакомпании квалифицированными специалистами. Для этого в учебном заведении регулярно разрабатывают современные программы подготовки пилотов и улучшают материально-техническую базу. Рауль Габитов, Руслан Алиев, Хабар-24. И как раз таки прокомментировать основные проблемы в области подготовки специалистов для гражданской авиации. Причем я подчеркиваю, что речь идет на самом деле ведь не только о пилотах. Есть еще масса других специалистов, без которых эта отрасль эффективно работать просто-напросто не может. Я бы прошу прокомментировать эти вопросы ректора Академии гражданской авиации Бекена Сейдахметовича. Ой, простите, Бекена Сейдахметова. Бекен Канилович, здравствуйте. Надеюсь, вы меня видите, слышите. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышу. Итак, ваше мнение о том, в каком состоянии находится процесс подготовки специалистов и какие вопросы здесь необходимо решать в первую очередь? Ну, как отметили мои коневики-эксперты, и глава авиационной администрации, и представители Аэростаны, да, потребность на сегодняшний день есть. Авиакомпания развивается, приобретает новые воздушные суда, открывает новые направления. И реально есть спрос на подготовку в целом как бы специалистов гражданской авиации. Академия гражданской авиации на сегодняшний день готовит специалистов полностью, потребность для отрасли. То есть мы по 11 образовательных программ готовим специалистов. Помимо пилотов самолета, мы готовим пилотов на вертолеты. Также готовим диспетчеров, инженеров, механики, авиационники. И также инженера по аэропортовой деятельности и по организации перевозок, логистики. То, что обозначает наши коллеги именно акцентировать на пилотов, да, дефицит пилотов всегда было и есть. По анализу мировой потребности в мировом масштабе очень огромный. У нас в Казахстане ежегодно где-то требуется порядка 50 пилотов. По нашим данным ей 30 пилотов-вертолетчиков подготовка. В Академии на сегодняшний день по требованию наших авиакомпаний, передовых авиакомпаний, как и Ростановскат, наши пилоты должны соответствовать европейским требованиям. Сегодня, согласно программам развития Академии, на 25-х годах мы хотим получить сертификат Европейского агентства безопасности полетов, пройти аудит. Но для этого, как обозначил глава авиационной администрации, необходимо соответствовать материально-технической базе. Мы должны иметь современные учебно-тренировочные самолеты, тренажеры и соответствующие аэродромы. Мы на сегодняшний день подготовили инвестиционный проект на три года, порядка около 5 миллиардов тенге, из них где-то около 650 миллионов из собственных средств Академии. Остальное просим сегодня помощи у государства. Да, мы сегодня подчиняемся Министерству науки и высшего образования, так как в Министерстве инвестиций и инфраструктурного развития нет компетенции выделять финансовые средства на образовательную деятельность. В связи с этим мы вынуждены были перейти в ведение Министерства науки и высшего образования. Сегодня у Министерства науки и высшего образования для качественного, в целом по Министерству идет большая программа по улучшению качества образования, высшего образования. И мы вписываемся в проекты Министерства науки и высшего образования. И предварительно наша бюджетная заявка одобрена. Сейчас ждем положительного заключения от Комитета гражданской авиации. И в перспективе мы надеемся, мы уверены, в этом направлении у нас конкретные действия есть, и то, что мы выделяем огромные, ну, свои собственные средства для прохождения аудита, необходимо нам подготовить наших инструкторов по европейским требованиям, также и наши студенты, и вся образовательная деятельность должна соответствовать. ИКАО, то, что вот мои коллеги обозначили из трех вопросов, которые будут обсуждаться по обеспечению безопасности полетов, я, насколько помню, там один вопрос касается ПЭЛа, подготовки авиационных специалистов. То есть у ИКАО первое приложение отличает за выдачу свидетельства авиационного персонала, и порядка 700 личных документов регулирует со стороны ИКАО подготовку авиационных специалистов. Тем более, ИКАО еще в 2016 году выписал новый документ, где говорится о новом поколении, о подготовке нового поколения авиационных специалистов. И мы в этом направлении, в рамке этого направления есть понимание со стороны комитета гражданской авиации, и сегодня, как бы, программа развития отрасли, было вот в прошлом году, наконец-то, выпущена концепция развития отрасли гражданской, где обозначено, что в 2025 году должны получить европейский сертификат. Очень надеюсь, что вам это удастся. Подскажите, пожалуйста, Бекин Канелыч, вот мои коллеги мне подсказали, что в том числе есть такая проблема, ну, во всяком случае, они мне об этом сказали, что, скажем так, меньше людей хочет поступать на обучение на инженеров и специалистов наземных служб, нежели чем на пилотов. То есть люди в основном, в первую очередь, стремятся стать именно пилотами, и связано это с заработком, насколько я понимаю, да? Есть такая проблема? Нет, такая проблема, да, реально есть. Вот на сегодняшний день у нас департамент маркетинга очень агрессивную маркетинговую политику проводит, и на сегодняшний день у нас желающие поступить в Академию, порядка двух тысяч молодых людей изъявили желание, из них половина тысячи человек уже изъявило желание именно на пилота. Да, но из этих тысяч, возможно, 50-60 человек в лучшем случае пройдут. То есть у нас данные по АНТ, то есть на входе мы уже, чтобы стать пилотом, нам надо минимально это АНТ набрать 85 баллов. Плюс у него должно быть соответствующее здоровье, то есть он должен пройти врачебно-летную экспертную комиссию, которую тоже на сегодняшний день молодежь как бы очень тяжело проходит. Нам нужны здоровые как бы как диспетчера, летчики, то есть эта проблема есть. То есть, ну, желающие, да, конечно, молодежь хочет, все знают Академию, в первую очередь, как подготовка пилотов, красивая форма, романтика, высокая заработная плата, это присутствует, но стать пилотом не каждый доходит у нас до четвертого курса. По результатам прошлых вес у нас каждый, то есть второй только из третьих, ну, 60% доводимости было. То есть учиться, это на английском языке однозначно для пилотов и диспетчеров, тем более в 25-м году мы планируем в Академии практически 100% перейти на образовательную деятельность на английском языке, стать вузом, который будет экспортом образования заниматься, получим сертификат, мы будем потребности полностью закрыть должные Казахстана, и сегодня уже отрабатываем на внешний рынок работать, и прорабатываем, есть конкретная потребность уже централизации наших государств, мы недавно были в Китае, индусы как бы желают, они очень сильно развиваются, и они по всему миру готовят своих пилотов. Это будет просто здорово, просто здорово, мне кажется. Огромное спасибо, Бекин Канилович. Ну что ж, я думаю, что далее стоит обратиться к следующему моему гостю, авиационному эксперту Серику Мухтебаеву. Господин Мухтебаев, здравствуйте, надеюсь, вы меня видите, слышите. Ну, позвольте, я вам адресую тот же самый вопрос, который, собственно, адресовал господину Кикельбаеву, относительно того, на ваш взгляд, вот среди того перечня вопросов и проблем, которые были сегодня подняты во время заседания правительства, когда речь шла о гражданской авиации, что, на ваш взгляд, наиболее важно. Господин Кикельбаев во главу угла поставил вопросы безопасности полетов. А на ваш взгляд? Добрый день, коллеги, меня слышно, да? Да, слышно замечательно. Ну, да, сегодня я внимательно посмотрел заседание правительства. Ну, к сожалению, в отчетах наших чиновников в гражданской авиации у нас все прекрасно и развивается. Но реальность ситуации совсем другая. Вот, господин Кикельбаев отчасти озвучил часть проблем, которые существуют в гражданской авиации. Ну, реально состояние инфраструктуры аэропортов оставляет желать лучшего. Тот показатель, что у нас уже в течение длительного времени есть программа Open Sky, но ни одна из авиакомпаний зарубежных пока не изъявила желание летать в города Казахстана в связи с тем, что инфраструктура аэропортов не соответствует международным стандартам и необходимо обновить ее, в том числе и по персоналу. То есть это пример министра сегодня акцентировал, именно что устаревшее оборудование используется в наших аэропортах. То есть это один из факторов, который влияет и на безопасность полетов, помимо того, что коммерческая составляющая для привлечения иностранных авиакомпаний. Другой момент связан, вот я соглашусь, Бекен Киринович сказал, что существует у нас проблема кадров. Более 15 лет у нас был пробел, к сожалению, в истории Казахстана, когда не готовили пилотов для отрасли. Поэтому авиакомпании вынуждены были обучать или самостоятельно, или где-то в зарубежных центрах. Сейчас, я надеюсь, Академия гражданской авиации взяла правильный курс, и в этом плане будет добиваться тех показателей, которые она себе запланировала. Основной же вопрос, конечно, у нас отсутствуют стратегии развития гражданской авиации. Нет целевых факторов, допустим, которые мы должны достигнуть к 30-му году, к 25-му году и так далее. Сейчас каждый субъект гражданской авиации развивается самостоятельно в виде своей конкретной цели, не согласуясь с общей госполитикой. То есть нужен некий единый документ, я не знаю, там стратегия, да? Да, да, да. Я имею в виду правительственный документ, по которому работать должны и госчиновники, и отрасль. И вон, к сожалению, на сегодняшний день. Потом вопрос по ценообразованию. То есть на данный момент не секрет, что группа компаний «Яростана» занимает 70% рынка. Отсюда и все вопросы. То есть если бы он полез занимать такую долю рынка, понятно, он диктует все условия, в том числе и тарифы, и вот эти задержки рейсов, которые вынуждены пассажиры каким-то образом съедать, и в крайнем случае там бастовать, поднимать скандалы. То, что господин Утепов сказал, да, изменение в законодательстве произошло и так далее, но они оштрафовали авиакомпанию, но нет ни одного реального случая, когда пассажир получил реально те компенсации, которые положены по законодательству. У меня есть пример, что две женщины уже полтора года переписываются с госорганами, в конце концов они вынуждены подать в суд и сейчас в судебном порядке пытаются защитить свои права в отношении авиакомпании «Яростана». Есть такие моменты. Еще один немаловажный момент, который нигде, к сожалению, не озвучен. У нас стареющий летный состав, средний возраст 50 лет и выше. Но это опять к вопросу подготовки, да. Да, вопрос и подготовки, и вопрос здоровья. То есть у нас, к сожалению, нет сейчас стандарта, по которым оценивается реально здоровье наших летного состава. То есть если посмотреть статистику, к сожалению, смертность и увеличение заболеваний среди летного состава увеличивается, но они этим пытаются скрывать, потому что это их основной вид заработка. Но у нас нет стандартов и нет вот этой защиты, социальной защиты пилотов, которые в случае потери здоровья или ограничения полета могут иметь какие-то дополнительные компенсации. И, кстати, эти вопросы тоже могли бы входить в эту общую стратегию на самом деле. Да, да, то есть это должно было расписано быть и так далее. Я прошу прощения, господин Мухтубаев, просто осталось... Последний момент, последний момент, я скажу. Значит, что нужно сделать, то есть, например, наши соседи в Узбекистан, принят был указ президента Мирзоева об освобождении льгот, предоставлении льгот для субъектов авиации и преференции. То есть в купе с развитием туризма у них сейчас активно идет работа в этом направлении. Спасибо. Спасибо огромное. Увы, осталось буквально минуты три. Я хотел бы все-таки предоставить слово первому заместителю генерального директора РГП КАЗ Аэронавигации Фаату Багдашкину. Фаат Фаридович, прошу извинения за то, что осталось так мало времени. Но хотелось бы услышать от вас, поскольку ваша компания занимается вопросами планирования, обслуживания воздушного движения в Казахстане. Ваше мнение относительно вопроса безопасности, вопросов подготовки кадров и так далее. Прошу прощения, что у вас мало времени. Спасибо большое. Ну, без 20 полетов у нас тоже стоит на первом месте, да, вот от навигации. Вот 410 тысяч обслуженных воздушных судов, это в два раза больше по сравнению с тем же периодом 22-го года. Это цифра, которая говорит о многом. Ну, в связи с этими событиями геополитическими мы обслужили те потоки, которые пошли через Казахстан. Наша система с этим справилась. И мы сегодня продолжаем модернизацию нашей системы. Мы ее обеспечиваем самым современным оборудованием, которое есть в мире. У нас стоят автоматические системы управления воздушным движением. У нас стоят системы приборные захода на посадку. Мы сейчас занимаемся спутниками системы захода на посадку. Разрабатываем схемы этого аэропорта, где есть культуры, может быть, такой нет, где можно ставить стационарные системы по приборам. То есть, ну, мы как бы идем в ногу со временем. И уровень обеспечения безопасности, вот этих 410 тысяч полетов, вот, у нас на приемлемом уровне. У нас создана система управления безопасностью полетов предприятий, которая оценивает ежедневно, ежемесячно, ежеквартально наш уровень. И подтверждает, что на сегодняшний день наша система работоспособна, готова увеличить тот потенциал, который пролетает через Республику Казахстан. И мы работаем в этом направлении сегодня, заменяем оборудование, которое проходит уже свой сток службы, ставим новое, модернизируем, ну и смотрим на те новые разработки, которые существуют в мире, и пытаемся их внедрить в нашем предприятии. Ну это здорово, да. А кадры? Ведь техника без кадров, без кадров ничего. В этом направлении нашего предприятия мы самостоятельно, вот, поскольку говорили, был, да, прорыв подготовки кадров в Казахстане, мы создали свой учебный центр, здесь готовили своих специалистов, мы отправляли за рубеж, в садный современный зарубежный центр специалистов. Порядка 40-50 человек авиадиспетчеров мы ежегодно готовим. У нас средний возраст, у нас порядка 35-38 лет авиадиспетчера на сегодняшний день, и мы продолжаем эту работу. Сейчас у нас и с Академией заключенный Моранду, и с Академией будем работать дальше по этому принципу. Ну что ж, ну что ж. Спасибо большое, Фат Фаридович, что, ну, хотя бы вот на этой оптимистической ноте хоть как-то наш разговор сегодняшний мы смогли завершить. Огромное спасибо всем экспертам, которые приняли участие в этой беседе. Это все, что мы успели обсудить к данной минуте. Дневная смена завершает свою работу в эфире телеканала Хабар 24. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго.